МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если говорить о тех реформах, которые в 1985 году начали осуществлять, которые получили звучное звание перестройка, начало идет от Андропова. Когда он стал генеральным секторем, меня избрали через 10 дней после его назначения или после его избрания, меня избрали секторем ЦК по экономике, я был. Ну и дальше он мне, секторю ЦК по экономике, Горбачев член политбюро был и долгих кандидат в члены политбюро. Вот он троим нам поручил, чтобы мы в конце концов разобрались и дали предложение, куда дальше идти в части экономики, реформирования. Мол, пишут много, говорят много, а практических дел, вот как делать, что делать, таких документов не было. Вот он поручил, мы при нем работали, но, к сожалению, вы знаете, он недолго жил, работал всего 15 месяцев, вот поэтому часть мы сделали. Вот при нем частично перешло Черненко, когда он стал генеральным. Ну, Черненко, он не очень активно к этому отношению действовал, как-то он безразлично к этому делу относился. Поэтому, когда Горбачев стал генеральным секторем, и вот это Апрельский пленум знаменитый, где это было обозначено, это были использованы материалы, которые мы нарабатывали после указания, после поручения Андропова. Так что это не какое-то прозрение Михаила Сергеевича, значит, вот он проснулся и вдруг, значит, он увидел, как надо дальше жить. Это просто три года мы работали над этим документом, и когда он стал генеральным, он был полностью использован. Я участвовал в подготовке этого доклада, мы вдвоем готовили доклад на основании всех наших материалов. Вот так появилось выступление, и откуда идет слово «перестройка». Ну, что я могу сказать? Начиналась и вообще идея, и Андропова была, и наша. Идея была в том, что надо делать реформирование экономики, только экономики, я подчеркиваю. Никогда не стоял вопрос о реформировании государства, не стоял вопрос о реформировании политической системы. Не было, значит, такого вопроса не существовало, а вот существовал вопрос экономики, и поэтому все наши действия, и вот то, что мы три года работали, и, значит, Горбачев потом озвучил все это через три года, это все касалось экономики. Потом уж получилось, на мой взгляд, отсюда и пошло грехопадение наше, что перестройка, значит, по сути дела, вот, не состоялась, потому что, начиная с 88-го года, 89-го года усиленно стали заниматься реформированием государства, политической системы. Это нельзя делать, одновременно реформировать экономику, при ослабленной государства власти, это смерти подобного. Но, к сожалению, это произошло, и поэтому постепенно экономика пошла, как говорят, на второй план, больше стали говорить, значит, является ли партия, значит, лидером на жизни или не является, значит, кто там руководит, как руководит и прочее. Вот, я думаю, грехопадение тогда произошло. Первое время он поддерживал меня, если говорить откровенно, то до 87-го года, ну, даже начало 88-го года, я его поддерживал, и мы, по сути дела, были единомышленники. Но, когда в 88-м году я почувствовал, что меняется полностью обстановка, и не только принципиальных положений экономики, но затронуты были и государственная власть, я почувствовал, что этого нельзя делать, что мы обязательно, обязательно не сумеем ни то, ни другое сделать. И он это знал прекрасно, он знал прекрасно. Вот, у нас постепенно стали обостяться отношения с ним, и в 87-м, 88-м году, да, в 88-м году, значит, дошло до того, что я сказал, или вы принимаете нашу концепцию, которую мы выработали, и которую считаем она реально, плавный переход на рыночные отношения, если же вы наставите то, что вас толкают, а он уже стал на другую сторону, там Медведев уже был, Шеварнадзе, Яковлев Александрович Николаевич, я говорю, ну, тогда вам придется с ними работать. Я в этом деле, значит, работать не буду, потому что я абсолютно убежден, что в то время государство не было абсолютно, значит, приспособлено. Ну, представляете, мы жили по одной модели. Весь институт власти и вообще функционирование экономики, да вообще всей жизни, он сформировался на протяжении десятилетий. И вдруг говорят, нет, надо все поломать и начинать вот так. Ну, хорошо, мы поломаем это, но у нас ничего создано. Ничего не создано же, другого. Ну, к примеру, банковская система. У нас было два банка всего. Я тогда говорил, для того, чтобы переход на рыночные отношения, значит, постепенный, потребуются десятки банков. Мне сначала, о, чего ты с ума сошел, десятки банков. А потом оказалось, я, значит, ошибался, надо сотни банков, а их сотни появилось потом. Это как пример вам говорю. Поэтому страна абсолютно не была готова. Она жила, жила вот по одной системе. И вдруг говорят, нет, это не годится. Не годится, давай сначала новую создадим систему, а это будет отмирать. Я знаю эти слова Ленина. Да, и потом уже читал. И, может, 10 лет назад еще раз возвращался. Честно, я говорю, я его не понимал. И до сих пор не понимаю, как здравый человек, умный человек, россиянин, как он мог вот так вот мазать русский народ. Или, значит, это политический шаг какой-то был. Непонятно. Я знаю эти выражения. Я считаю, что это формулировки абсолютно неправильные. Я не приемлю и те вот формулировки, которые в советское время они проскальзывали, что это, значит, Россия, это тюрьма народов была. Какая тюрьма народов? Что вы? Или, значит, великодержавный шовинизм, или там вообще чуть не бранные слова были. Ничего подобного не было. Россияне, русские, русские, которых сейчас 70 с лишним процентов, они никогда не были шовинисты. Они сами по себе великий народ. Зачем он возвеличивается, когда он сам великий народ? И вот, значит, в угоду национального меньшинства, там, значит, киргизов, там, или, значит, каких-то других национальностей в это время мазать русский народ, я считаю, это вообще недопустимо. Но, к сожалению, вот эти слова были. Если бы только эти слова, и, может быть, и можно было, в конце концов, просить, мало ли, что политический деятель где-нибудь брякнет. Но потом-то жизнь показала, что Россия, РСФСР, я говорю о республике, не Российская Федерация сегодняшняя, а то, что в советское время РСФСР, Российская Советская Федеративная Республика. Вот. Основная республика, 50% населения, страны, 50% экономики страны, 50%, по-моему, и территории страны, если не больше. Вот. Это основная республика. И, казалось, если бы мы ущемляли национальное меньшинство, то они должны хуже жить были, чем мы. Ну, как Англия, допустим, в свое время, когда она имела, до Второй мировой войны, имела колонии. 40% национального богатства Англии формировалось за счет колонии. А Российской Федерации сколько за счет других республик, если их назвать колонией можно, хотя никто никогда не называл, и называть нельзя было. Наоборот. Я хочу вам сказать, что, к сожалению, вот в конце Советского Союза, уже заканчивался Советский Союз, если взять цифры, я не буду, значит, до тысячи долларов и так далее. Но смысл такой, что из 15 республик концы с концами сводила Российская Федерация и Белоруссия. Все. 13 республик, они не сводили концы с концами. Из трех рублей, если можно выразиться, которые зарабатывала Россия и промышленность, и сельское хозяйство, ну, все, абсолютно. Вот национальное богатство. Из трех рублей, два рубля мы потребляли. Что такое мы потребляли? Это питание, это и дороги, это жилье, это ну все. Вот то, что остается, значит, в республике для жизни. А рубль входил ведь другим республикам. Рубль. Белоруссия то же самое. Она производила больше, чем потребляла. Может, не той пропорции, как в целом Российская Федерация, но, тем не менее, они действительно потребляли меньше, нежели производили. Все остальные потребляли больше, чем они производили. А некоторые, значит, безобразия больше. Вот смотрите, вот мы сегодня, Грузия, нас, значит, шипит там, вот мы такие, всякие, значит, пусть они посмотрят немножко, что было. Если говорить о Грузии, ведь грузины-то жили очень хорошо. Вы производили-то мало, а жили и дома прекрасные, и ковры там, значит, прекрасные машины, и, значит, шашлыки, и тосты там длинные, значит, и застолье, и так далее. То есть они жили неплохо. А если посмотреть в соотношение, сколько они сами зарабатывали и сколько они получали из центра, в данном случае, за счет России, четыре раза. Четыре раза они больше потребляли, чем, значит, производили. Вот, пожалуйста. Другие там поменьше, вот, но 13 республик, они были дотационные. Вот вам весь ответ, кто кого ущемлял. И, кстати, сказать об этом и были. Значит, вы обратите внимание, что когда наступил 91-й год, то ну, не было такого великодержавного шовинизма, вот, мы, давайте, мы русские такие хорошие и так далее. Не было, не было, вот, есть ли там Украина и так далее, вот, мы украинцы, это мы настоящие, а вы там, значит, все, кто непонятно, кто вы такие там. Вот. То в России такого не было. но многие знали в России, те, которые владели цифрами, они знали, что Россия была донор. И вот этот лозунг «хватит нам кормить кого-то», вот как раз он во многом и привел к тому, что Россия объявила о себе суверенитетом. Хотя, я считаю, это абсолютно неправильно было. Ну, вот, перетоки финансов, я условно называю финансов, это не значит, что вот один рубль уходил из России, его проедали, пропивали. Нет, конечно, что-то проедали, но зато они дороги лучше были, чем в России. Правда? Вот, пожалуйста, часть денег, которые Россия отдавала, они ушли на дороги, на строительство жилья, значит, там на какие-то культурные еще там объекты и так далее, значит, на строительство заводов, фабрик. Конечно, это все уходило на развитие. Развитие производительных сил все-таки это было прегатива Госплана. В Госплане был так называемый СОПС, Совет по производительным силам России, вот, СССР. Он, кстати, был организован во время Первой мировой войны ведущими учеными, ведущими учеными нашей страны. Вернадский, значит, был в основе. И он так в советское время существовал. Это очень сильная организация. сейчас он захерел совсем. Значит, у нас есть такие данные, что его чуть ли не расформировать. Конечно, мы пользовались, он подчинялся Госплану. Я, как первый заместитель, курировал его. Ну, конечно, прежде чем, допустим, принять какое-то решение строительства какого-то завода, мы десять раз обсуждали вопрос. Они учитывали климатические условия, экономический потенциал, и трудовые ресурсы, и образованность населения, и эти пути, транспортные пути и так далее. То есть, это огромнейшая работа была. Это не значит, что кто-то проснулся, а давайте, ребята, КАМАЗ построим татарьи, значит, там, и что подобное. Это все очень-очень тщательно все продумывалось. И поэтому, вот я, когда предметом этим делом занимался, я должен сказать, что у нас не было вот такого, а, вот это Украина, надо ей помочь Украине построить такой-то завод. То есть, была объективность, надо строить или не надо строить. Конечно, многие объекты республики пытались заполучить. Ну, я, допустим, помню хорошо, я в ЦК партии, еще работал, не в Совмине, я помню хорошо, что, значит, Шеварнадзе, ныне покойный, в то время он был первый секторе грузинской, это самое, республиканской ЦК КПСС, он приходил, он приходил, он приходил, Азербайджан приходил, и еще, я не помню, чуть ли не Армения, в общем, три республики не могли разделить атомную станцию, где строить, и мы месяцами занимались, изучали их, и, по-моему, даже хотели поставить на стыке трех республик, значит, то есть, в основном все-таки давление, конечно, было иногда, республики были заинтересованы, значит, что вот, что-то построят хорошее, но в основном принимало все-таки вот решения, сообразуясь вот с такими, значит, объективными причинами. Ну, Чернобыль для нас это было полное откровение. Это произошло в субботу, с пятницы на субботу. Вот, когда мне утром сообщил майорец, был министр, энергетики, Анатолий Иванович сообщил, я собирался, я в субботу работал всегда, я собирался на работу, он позвонил по правительственной связи домой, на дачу, и говорит, вот так и так произошла вот, авария, я говорю, где? Чернобыль? Я говорю, где это Чернобыль? Ну, я на Украине, значит, я говорю, а что случилось? Да, я толком еще не знаю. Я говорю, ну, вот давайте так, пока я еду, там, 30 минут, вы узнавайте, что там произошло, может, генератор вышел из строя, может, трубину разбило, бывало, что, допустим, в турбине разрушено, допустим, колесо какое-то, или, значит, лопатка какая-то выбьет с этой крыши, все, вот. Ну, честно, я думал, вот такая примерно авария, которая бывала у нас, бывали у нас такие аварии, а когда приехал, значит, он мне сразу доложил, что на самом деле взорвался реактор. Вот тогда мы поняли, что дело уже очень серьезное. И тогда я создал, создал, начал создавать буквально сходу, и в 11 часов уже утра было подписано постановление о создании правительственной комиссии. Во главе правительственной комиссии значит, подстал я заместителем, своего заместителя, Чербина Бориса Евдокимовича, ныне покойный, он умер. Вот. Он в это время где-то в Оренбурге был в командировке. Мы его нашли утром и сказали, что вот так и так, что ты во главе, значит, этой комиссии. немедленно добирайся до Москвы, немедленно. И что там, я не помню, часа в два, что ли, дня самолет или внуково. Ну, в общем, в одном аэропорту уже был подготовлен самолет и комиссия, которая была образована моим постановлением, она должна собраться. Там и ученые были, и были и производственники, и все. Он успел до двух часов прилететь из Оренбурга, пересел на этот самолет, они влетели. Это было вот суббота, воскресенье, а в понедельник собралось Политбюро, как раз разослушали, что произошло, и вот тогда было принято решение, что правительство комиссия, пусть она работает, там оперативные вопросы решает, но учитывая, что сложность, которая произошла, надо создать специальную, значит, комиссию во главе с председателем Совета Министров, членом Политбюро, Рыжковым Николай Иванович. Ну, туда долгих вошел, вот, вошли несколько человек. В общем, короче говоря, вот тогда была создана комиссия Политбюро, я во главе этой комиссии был, а уже комиссия по правительству, она под нами ходила. Ну, работали день и ночь, работали, много неизвестно было, много непонятно было. Вот сейчас говорят, вот, значит, мы там закрыты, перекрыты, вранье это все, мы много не знали, мы действительно много не понимали, что происходит, какие процессы происходят там. Допустим, ну, мы видели, что взорвался реактор, мы видели, что там белая масса, то есть, значит, все это горит. Но, я спрашиваю ученых, это что, реакция идет, или, а там графит, ведь, это, значит, реактор, где графит использовался. И у нас очень, очень, такие, тяжелые было, значит, мнение, впечатление, настроение, а вдруг это реакция. Вот она идет, идет, потом при определенных соотношениях взорвется, накроет так, что, как говорят, все, все, прежний взрыв, это чпуха будет. Но потом, все-таки, через два дня, покойник Легасов, Валерий, академик, очень талантливый, гениальный парень был, он тоже потом погиб. Вот, они, я даже не знаю, с каким-то лейтенантом, честно говоря, может быть, мы знаем, а может и не знаем, на БМП они подошли очень близко к реактору, и тот сделал замеры, и, значит, заложил, что это идет горение, что это не реакция. Ну, тогда немножко вздохнули. Горение-то одно, его можно гасить, начали. Они же дали рекомендации, как гасить, надо бросать свинец, надо бросать этот самый, песок туда. Вот, поэтому два раза в день мы собирались, потом, немножко погодя, может, через 10 дней, раз в день стали собираться. А то, что американцы, вот он, закрытый мы, значит, я говорю, многие вещи мы просто не знали. Мы на ходу принимали решение, но у них была перед этим авария, у американцев, 3-мая атомная станция, у нее так же взорвались, но они все засекретили. и только отдельные наши лица и ученые, они знали, что там произошло, но тонкость, и никто из нас толком не знал, все было абсолютно засекречено. Казалось, произошло то, что произошло у них. Откройте секреты, скажите, ребята, делайте вот так, делайте так, делайте так, ничего подобного. Нас только критиковали. День и ночь критиковали, а вот вы там, значит, вот вы скрываете что-то, что мы скрываем? Почему вы не говорите вот что там? Я говорю, ну хорошо, я выступлю, значит, по телевидению, скажу, бабушка, бабушки, удирайте быстрее, значит, вы что, хотите паника, чтобы была? Мы все делаем для того, чтобы нормально, чтобы нормально вывести народ, эвакуировать народ, нормально организовать, как говорят, всякие восстановители и спасательные работы. вот поэтому я считаю, что то, что произошло авария, это, конечно, тяжелый случай для страны, он очень крепко ударил по стране, но то, что страна проверила себя в таких условиях, это точно. я откровенно скажу, что мне, как главе правительства, я в двух лицах был, и команда комиссии, я же, и у меня же никто не освобождал от должности председателя Совета Министра, главы правительства Советского Союза, я скажу, что мне работать было легче, чем когда-либо, легче, потому что слова нет, не было, слово не хочу, исключено, слово не могу, могли говорить, но ему говорили, ты не можешь, делай вот так, значит, и так далее, то есть, мобилизация была сложнейшая, вот, говорят, вот там, вы там, наделали, и так далее, знаете, какая основная была вот у нас, ну, не то, что причина, основное, давление на нас какое было, заявление отказывать людям, отказывать людям, тысячи людей просились приехать туда, на ликвидации аварии, и мы отказывали, ну, не надо, зачем нам лишние люди туда брать, то есть, люди, люди, и не за рублем ехали, значит, ну, там платили деньги, какие-то деньги платили, но не в этом деле, ведь многие погибли потом, ребята, шахтеры особенно, но, значит, такой настрой был, что произошло, авария, авария в Советском Союзе, что это удар по Советскому Союзу, и народ поднялся, понимаете, он поднялся, обычно, ну, по-видимому, мы вот такие люди, значит, пока, как говорят, нас что-то не клюнет, мы ничего, а как только что-то произойдет, сложное, значит, мы мгновенно мобилизуемся, так было и в Великой Отечественной войне, а в Армении примерно то же самое, то же самое было, а вот как только послабление пойдет, значит, нормально, уже так, шалка-валка и так далее, поэтому я считаю, что советский народ, я называю советский народ, потому что участвовали все республики, он показал себя с самой блестящей стороны, с самой блестящей стороны, то, что это удар был по стране, да, это был удар, но то, что мы справились с этой задачей, это точно. Чернобыль, когда был, мы помощь за рубежа не получили, мы практически ничего не получили, нас только критиковали, вот вы такие, всякие, вот вы там, значит, то-то, 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 единственное, значит, я сейчас забыл фамилию, значит, был врач, молодой врач, значит, он за счет своих средств, там, и что-то еще, они сделали определенное количество операций, пересадка, значит, костного мозга, вот, а так, мы все покупали, 1 мая, вот пример, 1 мая, после демонстрации, значит, мы у меня в кабинете, собрали все, комиссию, и часа 2-3, значит, мы заседали, слушали медиков, слушали, значит, там, пожарников, значит, так далее, ну, в общем, сделали вывод такие, во-первых, не хватало медикаментов, сразу здесь не стало не хватать, в первую очередь, йод, йод, а йод нужен для детей был, потому что у йода, я часто забыл, сколько период полураспада, очень небольшой, и поэтому, значит, он очень сильно бил по детям, щитовидка детей, поэтому йод как воздух нам, а он всегда, я не говорю, что его очень много было, но на пределе он всегда в стране был, дефицита не было, ну, достаточно, значит, он трудно и доставался, он и так далее, добывался, вот мы тут же приняли решение, сняли закупки, я не помню, какие-то станки, купить йод, мы закупили мгновенно, в этот же день, дали команду, значит, внешнеторговой организации, они пошли, там через два дня, йод начал самолетами поступать, или, допустим, наверху очень много было выброшено кусков, зараженных, естественно, их надо убирать, значит, были, в это время, были уже, и в нас были несколько этих роботов, которые брали этот кусок, и везли, где на край крыши, и сбрасывали, они вышли из строя, к черту, значит, так, ну, не приспособлены, оказались, за рубежом были такие, мы их закупили, для того, чтобы делать укрытие, вот, саркофаг назвали, нужны были краны, очень с большим вылетом старины, у нас таких кранов не делали, и мы, значит, вот тоже 1 мая, приняли решение, значит, снять закупок, там, значит, то, что нам намечалось по планам, и, значит, купить, я сейчас забыл эту фирму, фирма, в общем, два крана мы купили, огромнейшие два крана, и потом они участвовали, вот, строительство, то есть мы, в тот день, 1 мая, вот, за счет того, что сбросили закупки, всевозможные, да, химия, для того, чтобы, значит, корпуса промывать, там, химии, всевозможные, тоже нужна была химия, в общем, мы, по-моему, на 150 миллионов долларов, в один день, приняли решение, снять закупки, а купить, вот, то, что я рассказываю, вот, пожалуйста, никто нам ни копеечки не дал, никто, а вот в Армении, когда все произошло, там совершенно другая картина, там 64 страны мира помогали нам, и теплые одежды, и медикаменты, и аппаратуры, и мы даже просили, нас спрашивали, что вам надо, мы говорим, нам надо, допустим, аппараты искусственной почки, вот, мы даже просили, вы не присылайте, что угодно нам, не надо, а вот аппараты искусственной почки, мы будем брать столько, сколько вы дадите, и они нам давали, я не знаю, сколько сот штук их аппаратов, вот, и мы спасли очень много народу, Потому что наши делали выводы по сравнению с китайским, когда-то в Китае было землетрясение, по-моему, чуть не на одну треть у нас, значит, или на две трети у нас меньше погибло, чем в Китае. Смысл такой, что вот когда, допустим, человек попал под завал, он лежит сутки-двое там прижатый, допустим, рука-нога там, значит, прижатый, а когда, я забыл, как называется эффект этот, значит, когда его освобождали, вытащили, вот эти, значит, сгустки, которые здесь образовались, они начинают циркулировать, и человек погибает. Погибает, значит, потому что там сгустки эти забиваются, значит, и сердце, и прочее. Вот, значит, мы ставили эти аппараты, я в больницы заезжал, палат не хватало, в коридорах, значит, прямо шеренги, вот, одна около другой, кровать, аппарат, кровать, аппарат, рядом, вот так, как стол. И вот они лежали, кровь, значит, перегоняли их кровь, всю гадость выбрасывали, и живы люди остались. Поэтому здесь абсолютно другая атмосфера, а общий накал был примерно такой же, как и Чернобыльск. Но здесь как-то большая роль была республика, строительство там и всевозможное. Так что по Армении очень сильно работали все республики. Ну, я бы им из рассуждений убрал бы Прибалтику совсем. Она не вписывается в мои рассуждения. Они всегда смотрели в другую сторону, они никогда в жизни сами не жили, они под кем-то ходили, то под Петром Первым, то, значит, под кем-то еще, то под советской властью и так далее. Вот, значит, я не буду их критиковать, Бог с ними. Они, как говорят, себя показали, показали, жили в одной семье, и ученые были одни, и были народные артисты СССР и так далее. Потом оказалось, что мы оккупанты оказались, значит, поэтому я их не беру. Это особая статья, я просто не знаю, чем это кончится для них. Рано или поздно кончится все равно. Но не будет же весь мир, те же американцы, весь кормить их все время, значит. У них и так промышленности, у них никакой нет уже, насколько мне известно. Все остальные республики, конечно, значит, вот когда появилась гласность, значит, когда, значит, можно было уже и критиковать, там, и, значит, высказывать свое мнение, конечно, стали появляться тенденции, я бы сказал, на такое национальное, ну, как бы, в общем, национальной самостоятельности, что ли. То есть, знаете, по-видимому, что система была такая, что в союзных республиках, а партия же держала все в своих руках. Она была и хозяйственные дела вела, и политические дела, все. Значит, обязательно первый сектор был из национальности, титульной национальности, допустим, в Молдавии, к примеру. А второй сектор русский был. И так везде было. И в Грузии так, и в Армении, и в Казахстане. В Казахстане взяли, наоборот, сделали, поставили после Кунаева, не казаха поставили, значит, так, а поставили этого Колбина Геннадия Васильевича. Мы с Урала оба, значит, мы на Урале работали вместе, шили там. Колбин русский, хороший очень мужик, очень хороший, толковый. Ну, смотрите, какая, значит, шумиха была, какие там недоразумения, и там митинги, и черт знает, что было. То есть, вот такую систему, значит, как-то уравновешивали. Когда появилась другая обстановка, значит, да, а почему там кто-то русский, значит, должны там нами командовать и так далее. Вот, в общем, короче говоря, национализм стал просыпаться. Но пока партия была сильна, до того, как убрать шестую статью, значит, конечно, хвост по-настоящему никто не поднимал. Поднимали там, шумели где-то, что-то. Но все-таки партия держала в руках. Как только партия ослабила, практически перестала руководить республиками, все посыпалось наоборот. Они сказали, а вот теперь, значит, мы, мы теперь, значит, самостоятельные и так далее. Но толчок, главный толчок, формальный, я почувствую, формальный толчок, вот, объявление их суверенитета, значит, выхода, это все-таки дала Россия. Россия. Ельцин. Он дал. Когда объявил он суверенитет Российской Федерации, вот тогда, тогда стало ясно, что республики посыпятся. И они посыпались, Украина и все остальные, шаг за шагом все посыпались. То есть толчок был дан. Если бы Россия это не сделала, я еще не уверен, что они, значит, пошли бы вот на такой шаг, то есть самостоятельность и так далее. Ну, а сейчас, ну, что, конечно, они считают, считают, суверенны они сейчас. Вот, это все понятно. Что происходит? Но, если говорить откровенно, опять возвращаясь с экономикой, два и три рубля, они прогадали. Они прогадали. Этот третий рубль, третий рубль, который уходил, он остался в России. Если говорить сегодня, я не говорю, что у нас все идеально в России, я не говорю, у нас очень много недостатков, значит, и, как бы, хотелось бы гораздо лучше. Но если говорить, сравнивать нас, допустим, с теми же республиками, с кем мы жили, то, допустим, жизненный уровень у нас выше, чем у них. Потому что мы этот рубль перестали давать. Понимаете, они, они особенно украинцы, ну, сейчас Украина это особая уже статья, они очень боялись, чтобы вот при каком-то объединении, вот, ну, попытки были СНГ, там, значит. Я считаю, СНГ это бракоразводная контора, она ничего ей не дала и дать не могла. В СНГ не было надстройки никакой, не было органа над всеми, а это клуб. Вот мы собрались, значит, там 12, вот если мы договоримся, все 12, чтобы быть по всему, будет делать. А не договоримся, значит, разбежались и практически договариваются по тем вопросам, которые, по сути дела, не решают никаких проблем. Почему Совет Европы живет? Я не говорю, что там идеально все, у них тоже своих заморочек там полно. Но они все-таки шаг за шагом за эти несколько десятков лет двигались от угля, вот, пришли к единой валюте и безвизовые, значит, и проезды и так далее и тому подобное. Почему? Потому что у них есть орган, надгосударственные органы. То есть, страны, сохранив свой суверенитет, та же Франция, она осталась Францией, никто же не съел ее. Но часть полномочий они отдали наверх, часть. И вот эта часть, вот, она концентрируется, правительство Брюсселя, дальше парламент, европейский парламент. То есть, есть надстройка, вот, хорошо или плохо, но она работает на этот союз. У нас этого не было СНГ. И вот только сейчас Евросоюз, который вот несколько стран туда вошло, только сейчас это прототип, который может быть. Может быть. Я считаю, объединение нужно, и рано или поздно оно произойдет. Или эти страны, нынешние страны бывшей республики, они будут дрейфовать, ну, к примеру, в сторону Турции, допустим, к примеру, Азербайджан там. Или, значит, куда-то еще будет дрейфовать. Но, я считаю, что объединяться надо, и вот это первый шаг, который Евросоюз, это первый шаг. Надо, чтобы он показал себя хорошо. И тогда волей-неволей начнут присоединяться к нему. Многие говорят, вот надо создать Советский Союз в том виде, в котором он был. Мое личное мнение, я страшно переживаю за разрушение Советского Союза. Я категорически не приемлю вот то, что говорят, это, значит, судьба всех империй. Какие мы были империи? Какая империя? Ну, Петр назвал, значит, себя империей, чтобы быть императором. Какая империя, когда мы кормили? Только что мы говорили. Мы кормили. Не нас кормили, а мы кормили, значит, так. Поэтому волей-неволей, значит, надо объединяться, объединяться. Это первый шаг. Я не говорю, что точно все произойдет, как в Европе. Но ставить задачу создать Советский Союз в том виде, в котором он был, то есть структуре в том виде, это дело нереальное. Это гражданская война. Она не нужна нам, не нужна. Вот надо идти примерно по европейскому пути, примерно. Я почему подчеркиваю примерно, потому что все-таки у них одна почва, у них одно растет, а у нас другое растет, значит. То есть почва разная. Но какие-то принципы, они могут быть использованы друг у друга. Вот я лично считаю, что примерно, примерно вот по этому пути рано или поздно мы начнем объединять усилия.